И чтобы мой вердикт прозвучал более справедливо, да, какая машина лучше Джили Эмгрант, либо С6 Про, я выйду из автосалона Джили и озвучу вам, какой же автомобиль мне понравился больше. Конечно же, друзья, всем здравствуйте, я рад вас приветствовать на канале Мехвод. Сегодня мы вместе с вами приехали в автосалон Ливен. Здесь рассмотрим седан С6 Про, а потом после Ливена отправимся в автосалон Джили, где посмотрим седан Джили Эмгрант. Оба автомобиля из схожего ценового сегмента. Какое лучше, это мы попробуем определить в конце ролика. Так что погнали смотреть и первым начнем, как вы поняли, с С6 Про. Вообще, фирма Ливен – это дочернее предприятие компании Джили. Под капотом расположился полтора литровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 147 лошадиных силы. Работает в паре с семиступенчатым роботом, тип привода передний. Такой же самый силовый агрегат устанавливается в Джили Колорей. В максимальной комплектации Ливен С6 Про этот самый двигатель выдает 174 лошадиных силы. Легкосплавные колесные диски на 17. На передней оси установлены пластиковые лакера. Дорожный просвет 18 сантиметров. На задней оси у нас подвеска полузависимая пружинная. Установлена балка. Видите, да? Задние лакера пластиковые. Задние тормоза дисковые. Вот так вот выглядит у нас светодиодная задняя оптика. Крупные буквы Ливен. В заднем бампере мы видим датчики парковки. Кнопка открытия крышки багажной расположена не в центральной части, а смещена немножко вправо. Багажное отделение оформлено следующим образом. Здесь видим, что петли сжирают пространство в багажном отделении. Видим, да? Отчетливо. Сами петли ничем не закрыты. Установлена обшивка. Под ковром ковер у нас от производителя. Расположилась докатка, комплект инструментов, знак аварийной остановки, спиненный материал. Проклеен в вибропласт. Видим шовный герметик. Спинки сидений раскладываются по формуле 60 на 40. Все, запомнили, какой здесь багажник. Приедем в Джилле. Обязательно посмотрим, какой багажник в Джилле Эмгрант. На втором ряду. Обстановочка следующая. Обшивка сидений предлагается только вот в таком вот исполнении с белыми вставками. Это у нас эко-кожа с перфорацией. Кармашков нет в минимальной комплектации. В крыше установлен электромеханический люк. Здесь USB-слот, органайзер. Тоннельная часть практически не выпирает. Три подголовника. Подлокотник отсутствует. Динамика Фауди системы минимальной комплектации на втором ряду нет. Здесь мы видим вставку из эко-кожи. Зеленая строчка. Верхняя часть отделана мягким винилом. Черный глянец. Вставка из пластика под алюминий. И также голубые линии. Кресло переднего пассажира в данном исполнении регулируется за счет механических регулировок. В четырех направлениях. Сидушка мы можем двигать вперед, назад и угол наклона спинки. Сиденье переднего ряда. Серка выражена боковой поддержкой. Здесь мы видим влитые подголовники. Черный глянец. Лиуэн маркировка. Также белые вставки. Перфорация. Теплые опции присутствуют. Сидушки здесь греются. В перечеточном ящике руководство по эксплуатации. И, разумеется, так как машина русифицирована, руководство по эксплуатации на русском языке. Здесь у нас вставка из эко-кожи. Синяя строчка. В данном исполнении два монитора. Это цифровой щиток приборов. И в центральной части еще есть монитор. В максимальной и средней комплектации добавляется мониторчик здесь. Управление климатом. Также мы здесь можем переключать треки. На дверях переднего ряда бесключевой доступ. Камера кругового обзора 360 градусов. Датчиков мониторинга слепых зон сзади. В данном исполнении нет. И вот так вот у нас выглядит оптика в передней части. Светодиодные ходовые огни расположились сверху, над решеткой радиатора. Здесь у нас поворотники. Фары дальнего и ближнего на светодиодах. Кресло водителя у нас здесь в минимальной версии регулируется за счет механических регулировок. Пульт управления боковыми зеркалами и электростеклоподъемниками совмещен. Внизу расположился органайзер. Аудиосистема. Читайте от какого производителя. Я такого не знаю. И что еще стоит отметить. Здесь сиденье регулируется по высоте. Рулевая колонка имеет регулировку по углу наклона и вылету. Руль здесь отделан кожей. Возможно греется, возможно не греется. Нужно заходить в мультимедийную систему, смотреть. Беспроводовой зарядки нет. Это у нас селектор роботизированной коробки переключения передач. Подрубливых лепестков переключения передач нет. Кнопка старт 100, электромеханический ручник, система автохолд, подстаканник 1, ниша подлокотника без охлаждения. Верхняя часть по длине не регулируется. В козырьке пассажира зеркало. Здесь видим свет. Кнопку соцеры глонас. Датчиков нет в салонном зеркале. Здесь тоже видим зеркало без подсветки. Куис-контроль данного автомобиля обычный, не адаптивный. И в принципе, друзья, все. Вот такой вот интерьер в Leven S6 Pro. Теперь отправляемся в Geely Emgrand. И по итогу сравним эти два замечательных китайских автомобиля. Телепортировались в автослон Geely. И здесь смотрим Geely Emgrand. Чем же хорош этот седан, который стоит почти что столько же, сколько S6 Pro. Начнем с отличий. Кузов Geely Emgrand оцинкован полностью. Кузов S6 Pro не оцинкован. Существенная разница, существенный недочет в сторону Leven. Здесь мы видим оптику на галогенках. В Leven S6 Pro оптика будет светодиодная. Этот плюсик уже улетает в сторону S6 Pro под капотом. Здесь мы видим атмосферный бензиновый двигатель. Объемом 1,5 литра, мощностью 122 лошадиных силы. Мотор работает с шестиступенчатым автоматом. Автомат i-Syn. Привод передний. Газовых упоров нет в обоих автомобилях. И, как понимаете, здесь мотор атмосферный. В S6 Pro стоит турбина. Лошадей больше. Там же семиступенчатый робот. Здесь же автомат. Что лучше? Я считаю, что две коробки довольно-таки хорошие, надежные. И зарекомендовали себя хорошо. Конечно же, автомат лучше, чем робот. Но робот дает динамику и дает экономичность. Данный Geely M-Grand в комплектации Comfort. Здесь установлены 15-е диски с колпаками. На передней оси подкрылки пластиковые. Дорожный просвет выведу в описании. Также там выведу подробные характеристики обоих автомобилей. На задней оси тоже видим пластиковые подкрылки. На задней оси тормоза дисковые. Задняя подвеска полузависимая. Пружинная установлена балка. Что касается подвески, что в S6 Pro, что в M-Grand, она почти что идентична. Здесь балка, там тоже балка. Здесь пластиковые лакеры, там тоже пластиковые лакеры. Только колеса в S6 Pro больше. Там 17-е, а здесь 15-е. Там литье, здесь у нас стальные диски. Вид сзади. Также видим светодиодную оптику. Только сплошной линии здесь уже нет. Здесь два раздельных фонаря. Слева, справа. Крупные буквы Geely. M-Grand. И это Geely чем-то нам напоминает Volvo. С задним бампере установлены датчики парковки. Также здесь есть камера. Сзади смотрим, есть, нет. Нет, камеры сзади здесь нет. Вот так вот устроено багажное отделение. Здесь, как видите, сами петли. Также съедают багажное отделение. Петли не закрыты. Здесь установлена защита. Под фальшполом. Докатка. Добор инструментов. Дальше видим, сделана какая-то шумоизоляция. Проклеен вибропласт. Ну, по отношению, конечно же, к S6 Pro. Здесь не так все шумоизолировано, как в другом седане, который мы смотрели с вами ранее. Сидушки раскладываются в пропорции 60 на 40. Объем багажного отделения выведу в описании. Отправляемся на второй ряд. И сразу же, что здесь у нас пластик. В S6 Pro у нас пененый винил. Ставка из эко-кожи, электростеклоподъемники, органайзер. Динамиковые системы в минимальной комплектации. Комфорт в Gile M Grand отсутствует. Его же нету и в минимальной комплектации S6 Pro. Сидения здесь по отношению к S6 Pro отделаны тканью. Что лучше, ткань либо эко-кожая, на мой взгляд, конечно же, ткань. Подлокотника нет. Три подголовника. В задней части USB-слот. Кармашки. Люка нет. Панорамы нет. В S6 Pro установлен электромеханический люк. Нужен вам люк или панорамная крыша. Это уже решать вам. Но стоит понимать, что если у вас будет установлен люк либо панорамная крыша, это дополнительный технический выдел, который нужно будет обслуживать. А это уже, соответственно, нужно будет тратить деньги. На переднем ряду установлены обычные кресла. Подголовник регулируется по высоте. Есть боковая поддержка. Подогрев теплой опции данного автомобиля присутствует. Сидушка переднего пассажира регулируется вперед-назад. Регулируется угол наклонной спинки. В принципе, здесь все то же самое, что и в S6 Pro. Разницы никакой. Центральная консоль не парящая. Беспроводной зарядки в минимальной комплектации я не вижу. Здесь ее тоже нет. Есть розетка на 12 вольт. Два подстаканника. Ниша подлокотника. Смотрим. Без охлаждения. В перчаточном ящике руководство по эксплуатации. Хотя его здесь нет. Но она все равно есть на этот автомобиль. И она русифицирована. Данная машина русифицирована. Сама крышка с микролифтом. По подушкам безопасности есть у пассажира. Подушка безопасности есть у водителя. В стойках подушек безопасности нет. В седании Leven S6 Pro, который мы с вами рассмотрели, там тоже была подушка безопасности у водителя. И подушка безопасности у переднего пассажира. В стойках там также подушек безопасности не было. Бесключевой доступ оформлен в виде кнопки. Кнопку нажимаем, дверь открыта. Датчиков мониторинга слепых зон сзади нет. Камер круглого обзора 360 градусов в данном исполнении в М-Граде нет. Дверь здесь отделана пластиком. В S6 Pro отделана мягким спененным материалом. Несмотря на то, что это дверь переднего ряда, пластик, дверь второго ряда, тоже здесь в М-Граде отделана пластиком. В S6 Pro второй ряд и передний ряд сидений отделан спененным материалом. Там все мягонько. Кресло водителя регулируется за счет механических регулировок. В шести направлениях есть регулировка по высоте. То же самое мы увидели в S6 Pro. Теперь, что касается обстановки за рулем. Что мы видим в Gile M-Grad? Это, конечно же, здесь уже по отношению к S6 Pro руль пластиковый круиз-контроля. Я, друзья, здесь не вижу. Возможно есть, возможно нет. Есть управление мультивидимной системой. Можно принимать, отклонять телефонные вызовы. Рулевое колесо в нижней части скошено. Рулевая колонка регулируется по углу наклона и вылету. Щиток приборов обычный. Механические приборы. И в центральной части ЖК монитор портового компьютера. По отношению к S6 Pro здесь уже видим отдельную экран мультимедийной системы. Она вынесена. Центральную часть не совсем удобно, да, друзья. По мне, лучше, когда она встроена вот здесь. Также отмечу наличие физических кнопок, что очень-очень удобно. Можем управлять климатом, делать жарче, холодней. Не нужно лезть в мультимедийную систему. Отвлекаться от дороги. Нажали кнопочку. Все быстро, удобно. Единственное, что не вижу кнопки включения обогрева сиденья. Возможно, обогрев включается через меню мультимедиа. На многих китайцах все управление осуществляется через голову мультимедийной системы. Почему? Все очень просто. Вот эти вот кнопки, по сути, они затратные. Нужно их выводить, нужно делать под них механизмы. Нужны релюшки дополнительные. Нужны провода тянуть к ним. Чтобы это все избежать, китайцы делают просто планшет, провода от планшета и все элементарно. С одной стороны, это правильно. С другой стороны, небезопасно. Блок управления электростеклоподъемниками совмещен с управлением боковыми зеркалами. Все на электроприводах. Это очень удобно. Также видим кнопку включения подогрева лобового стекла. Греются боковые зеркла, не греются, возможно, греются. Включение осуществляется. Кнопка и включение обогрева заднего стекла. Салонное зеркало здесь также не имеет никаких датчиков. Есть свет. Свет у нас светодиодный. Кнопка социальной регланас. В козырьке переднего пассажира зеркала отсутствует. В козырьке водителя зеркала отсутствует. Целую же обстановку за рулем мы оценили. Теперь мы можем сравнить визуально, как выглядит Джили Эмгрант. И как выглядит обстановка за рулем седана Leven S6 Pro. Мобиль это сколько же отдают Джили Эмгрант. Пойдемте смотреть. Все указано на ценнике. И как мне сказал менеджер, это за наличку. За 2,219,990 мы сможем сегодня уехать на этом автомобиле. Без всяких кредитов, трейдинов, ну в общем акций скидок. Видите, люди ходят, люди покупают, люди смотрят. И люди еще есть в автосалоне полностью. Если посмотрим с правой стороны, тоже видим людей. И чтобы мой вердикт прозвучал более справедливо, да, какая машина лучше Джили Эмгрант либо S6 Pro, я выйду из автосалона Джили и озвучу вам, какой же автомобиль мне понравился больше. Конечно же, друзья, S6 Pro зашел мне тем, что там турбина, там 7-ступенчатый робот. Робот нам дает динамику, робот нам дает экономичность. И турбина тоже дает экономичность и динамику, да. В сокопности прекрасный автомобиль. И большой, да, светодиодная оптика. Есть куча различных опций других. Кровообзор, круиз-контроль, подогрев сидушек. Не хватает только там оцинковки кузова. Я сейчас говорю про S6 Pro. А вот Джили Эмгрант выиграет в плане надежности. Кузов тут оцинкованный. Классно, круто, да, хорошо. Нам нужен оцинкованный кузов. И здесь у нас полноценный автомат. Не считаю, что он лучше, хотя он надежней. И атмосфера. Нечему ломаться, турбины нет. Полтора литра, 122 лошадиных силы. Цена 2,219 Джили Эмгрант. И S6 Pro тоже 2,250. Где-то в этом бюджете можно купить. Какой автомобиль лучше, на ваш взгляд? Вы уж дайте знать мне в комментариях. Мне очень интересно услышать именно ваше мнение. Что вы предпочтете? Полноценный автомат, шестиступенчатый i-Seed? Или возьмете семиступенчатый робот с двумя мокрыми сцеплениями? Я выберу второе. Да, на три года машинка S6 Pro считаю, что лучше. А если брать на долгий срок, 10 лет, с учетом того, чтобы машина не заржавела, не сгнила, то лучше, конечно же, Джили Эмгрант. Гарантия, что здесь 5,150, что там 5,150, в принципе, одинаковая. Все. Теперь ушел в комментарии, отвечать на ваши вопросы. До новых встреч, друзья!